Три недели назад мы с вами встречались и говорили о теме покупки котельной 60 мегаватт, что в южной части города. Сегодня на календаре уже конец марта. Как обстоят дела? Взвесив все риски, которые все-таки у нас возникают по первому варианту, глава приняла решение и мы будем покупать ее по второму варианту. Почему? Потому что возникала очень большая опасность, что сделка все-таки будет оспорена. Весь вопрос, по какой статье, она была бы оспорена. У нас была большая вероятность того, что мы могли потерять некоторые деньги в случае того, если бы по суду мы проиграли. Сумма потерь могла бы составить от 36 до 195 миллионов. И потому, для того, чтобы не рисковать подобным образом, мы все-таки приняли решение идти по варианту B. То есть мы будем покупать котельную в период конкурсного производства. Ну то есть, если здесь вы сократили риски по сделке и потере денежных средств, но, как мы понимаем, сегодня возникают риски по вхождению в следующий отопительный сезон. Город занимался подготовкой котельной и в прошлом году, и будет заниматься и в этом году, независимо от того, в чьей собственности на этот период будет находиться котельная. Поэтому мы прекрасно понимаем, что это не самая простая ситуация. Но риск остаться и без котельной, и без денег был гораздо больше, нежели чем понести затраты на подготовке котельной к отопительному сезону. Если мы не подготовим к отопительному сезону котельную, нас очень жестко спросят, поэтому нас стимулируют с двух сторон. И жители стимулируют, и надзорные органы. Но мы понимаем прекрасно всю ответственность, которая ложится в этом случае на администрацию, и мы не уходим от решения этого вопроса. Мы обязательно порядки его решим, и к отопительному сезону мы подготовим котельную для того, чтобы она могла заходить. Когда мы говорили о первом варианте, там назывались ориентировочные даты. Вот если говорить сейчас о варианте Б, что называется, или втором варианте, здесь какие-то сроки определены? Когда будет назначен конкурсный управляющий, или он уже назначен? Вот это то самое слабое место, из-за которого, собственно говоря, мы склонялись к первоначальной покупке по варианту А. Но дело в том, что, во-первых, на сегодняшний день еще не закончен технический аудит, поэтому вполне возможно, что все-таки суд продлит срок до начала конкурсного производства. Не уже будет не 5-го числа, может быть, на неделю позже. Потом не мы уже делаем оценку котельной. Котельную будет уже оценивать конкурсный управляющий. Только после этого будет выставлено на торги. Только после этого будет сделан первый шаг. Потом будет сделано понижение. После этого продолжатся торги. И там опять есть несколько вариантов развития событий. Почему? Потому что практически все имущество, которое на сегодняшний день есть в этом комплексе, оно залоговое. А если так, то, значит, Сбербанк на любом этапе может вмешаться и забрать отступным своему имущество и реализовывать его нам напрямую. То есть такой вариант тоже возможен. Поэтому как будут развиваться события, это как раз то, на что мы на этом этапе сильно повлиять не можем до тех пор, пока не начались определенные процедуры. Но мы будем очень тщательно наблюдать за этим процессом и вмешаемся в тот самый момент, когда это уже будет необходимо для того, чтобы совершить эту сделку. Вы знаете, вот эта история с котельной, она напоминает увлекательную книгу, когда каждая новая страница приносит все новые и новые сюрпризы и новых героев. Вы понимаете, действительно, каждый день что-нибудь происходит новое. Потому что то имущество оказывается вдруг арестованным, то оно оказывается с обременением, когда оно должно быть снято. То есть это очень непростая операция по той причине, что действительно никто сегодня в России подобным опытом не обладает. Ни один муниципалитет в такой период времени подобные объекты никогда не приобретал. И поэтому у нас отсутствует и практика по области, и практика по России. Мы просмотрели все, что можно по этому поводу посмотреть, но ничего подобного никто никогда не делал. Поэтому этот опыт, с одной стороны, уникальный, а с другой стороны, не хотелось бы на ровном месте совершать какие-то авантюрные поступки. Ну, мы все будем надеяться, что эта история и эта книга закончится хэппи-эндом. Мы уверены в этом.